Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня второй урок из цикла «Гармония музыки». Меня зовут Александр Миронов, и сегодня мы с вами поговорим о трех главных и единственных гармонических функциях, которые существуют в музыкальной гармонии. Вы их все знаете. Это функции тоника, субдоминанта и доминанта. Скажу сразу, какая цель сегодняшнего урока. Сегодняшняя цель урока — донести до вас, разобраться вместе с вами в том, что во всей музыке, во всей мировой музыкальной культуре, какая бы ни была сложная гармония, любой аккорд, любая часть этой гармонии выполняет одну из этих трех функций. Кроме тоники, субдоминанта и доминанта, ничего нет. Каждый аккорд, который мы видим в пьесе, в песне, в джазовом произведении, в академическом произведении, каждый из этих аккордов выполняет эту функцию. И если мы знаем, какую функцию выполняет этот аккорд, это дает нам пищу, это дает нам знания для того, чтобы впоследствии делать какие-то гармонические замены или правильным образом этот аккорд обыгрывать, если мы говорим про импровизацию. Итак, это цель. Теперь начинаем сначала. Если мы совсем плохо учились в музыкальной школе, мы все равно знаем, что тоника, субдоминанта, доминанта есть. Тоника — это аккорд, который строится на первой ступени натурального мажора. Субдоминанта — это аккорд, который строится на четвертой ступени. И доминанта — аккорд, который строится на пятой ступени. Вот я вам его исполняю в чистом виде, в форме обычных мажоров трезвучий. До мажор, фа мажор, соль мажор и до. Каким-то удивительным образом один аккорд стремится, или как академическому сказать, разрешается в следующую функцию. Тоник стремится субдоминанту, доминанта стремится субдоминанту, и субдоминант стремится субдоминанту, и доминанта разрешается в тонику. И играет то же самое в обращениях аккорда. Каждый трезвучий, как вы знаете, имеет свое обращение. Вот тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. Музыкант слышит эти функции, и только потом, в зависимости от того, в каком ладо он находится, он уже определяет аккорд. Если мы находимся в аккорде, например, в тональности ре мажор, и мы знаем, что движется тоник субдоминанта, доминанта, тоник, то мы сначала играем, а потом уже говорим. Ре мажор, соль мажор, ре мажор, ре мажор. И так во всех тональностях. Фа, си, вимор, дом, фа. Вот почему важно четвертый и пятый ступень, кварты и квинты, знать наизусть. Если мы их знаем наизусть, то мы автоматически знаем и основные гармонические движения основного гармонического блока. Тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. А теперь мы пытаемся разобраться, а почему же так происходит, что существует такая удивительная связь, удивительная взаимосвязь функций, созвучий, которые стремятся одна в другую. Так вот, и начнем мы вот еще. Если я сыграю два аккорда, до мажор и фа мажор, или вот так. Без контекста того, что будет происходить потом, и задам вопрос, а какую функцию выполняет аккорд до и какую функцию выполняет аккорд фа, не зная, что будет идти дальше, вам будет сложно ответить, что из этих двух аккордов является тоникой, что является субдоминантой, или что является доминантой. Если тоника до, то это тоника, а фа субдоминантой. А может быть наоборот, фа может быть тоникой, а до тогда становится доминантой. Доминанта, тоника. Вот это основной принцип. Тоника, по сути своей, уже является доминантой для своей субдоминанта. В этом и находится основной принцип. Тоник уже стремится в субдоминанту, потому что является ее доминантой. Теперь давайте вспомним. В академической культуре, академической традиции теоретической, тонический мажорный аккорд выражается трезвучием, субдоминантовый аккорд выражается тоже трезвучием мажорным, а у доминанта, как известно, выражается доминант септаккордом, аккордом четырехзвучным. И в традиционном академическом обозначении первая циферка, семерка, появляется именно в доминант септаккорде. Давайте поймем, почему это произошло. Это все связано исключительно с эстетическими восприятиями людей, то эпохи, когда вот эта теоретическая дисциплина впервые создавалась. 200 лет назад это было. То есть слух человеческий воспринимал и принимал вот такое движение субдоминанты, то есть такой звук, такой созвучий. Доминант септаккорд в чистом виде, квит-секс-таккорд, трц-кварт-аккорд, секунд-таккорд, все вы это помните. Но, однако, эстетически не воспринимал, например, большой мажорный септаккорд как выражение тонической мажорной функции или большой мажорный септаккорд для выражения субдоминантовой функции. Поэтому я вам сейчас рассказываю это заранее, чтобы у нас не было противоречий. Почему седьмую низкую ступень мы называем именно седьмой низкой малую септиму, а в академической музыке она обозначается седьмой ступенью низкой, а обычно седьмой. Просто первая седьмая ступень, первая септима, которая появилась в аккорде, расширив трезвучие до септаккорда, четырехзвучного аккорда, это был доминант септаккорд. И в доминант септаккорде седьмая ступень низкая. Это важный момент. Но она очень важная и ключевая. Теперь мы будем говорить о том, то есть о главном, для чего мы сегодня здесь собрались, зачем я снимаю сегодняшний урок. Итак, тоника сама по себе является доминантой для своей субдоминанта. Если обычный мажорный трезвучие превращу в доминант септаккорд, я более красиво разрешусь в аккорд фа мажор. Давайте по аккордам до мажор, до доминант септаккорд, фа мажор. Что произошло в этой гармонии? Произошло то, что тоника мажорная во втором аккорде превратилась в доминант септаккорд. То есть стала доминантой и разрешилась в аккорд фа, который стал тоникой. А потом мы можем продолжить эту последовательность. И аккорд фа уже становится субдоминантой, разрешается в соль в доминанту и разрешается в тонику до мажора. То есть в этом несложном гармоническом, в этой несложной гармонической последовательности возникло уже две тоники. Еще раз, до мажорная тоника, которая стала доминантой, разрешилась в свою тонику фа мажор, она стала субдоминантой и разрешилась через соль мажор доминанту в первую тонику до мажора. Вот так происходит сплошь и рядом во всей современной музыке. Повторяю, какую бы сложную пьесу вы не взяли, каждый аккорд выполняет одну из функций, а иногда и несколько, как в данном случае. Один вводный блок, гармонический блок может закончиться тоникой, и эта тоника сразу становится, например, субдоминантой уже следующего блока. Гармонические блоки могут быть полные, могут быть законченные, могут быть незаконченные, но все равно принципы эти сохраняются в любой музыке. Смотрите, я возьму ту же самую последовательность, поменяю бас на си бемоль, фа мажор с басом ля, поменяю бас на соль и опять разрешусь в до. Я сыграл то же самое, только в данном случае во втором аккорде вместо баса я сыграл седьмую ступень доминанции от аккорда до, как бы подчеркнув, что этот аккорд с доминанцией от аккорда, подчеркнув, что возникло доминанта. Такое будет, и мы этому посвятим отдельный урок, как использовать ступень аккорда в линии баса для того, чтобы усилить или разнообразить гармонию. Дальше мы сыграли фа мажор, но в басу взяли третью ступень этого аккорда, опять же, чтобы ущеркнуть, что этот аккорд мажорный. А потом дальше произошла какая-то удивительная вещь. Аккорд я оставил на месте, это фа, поменял только бас на соль, но доминантовая функция была идеальным образом выполнена. Разрешился послушать еще. Меняется только бас на доминантовую и разрешается с солью. Вот сейчас самое время поговорить вообще о доминанте. И, может быть, ответить на вопрос, почему в идеальном, совершенном тоническом мажорном аккорде не используется четвертая ступень. Четвертая ступень в до-мажорной гамме, если мы говорим про до-мажор, она же является седьмой низкой в его доминанте. И не просто ступенью, а ключевой ступенью доминанта септ-аккорда. Для того, чтобы идеально выразить доминант септ-аккорд, не обязательно играть все четыре ступени этого аккорда. Достаточно сыграть только тритон, состоящий из третьей и минус седьмой ступени этого аккорда. И доминанта будет выделена. То есть четвертая ступень в мажорной гамме имеет функцию, которая задает связь такого крючка, который будет цеплять следующий аккорд, следующую функцию. Четвертая ступень — это и начало субдоминантового аккорда, с одной стороны. С другой стороны — это и ключевая ступень доминантового аккорда. Вот какая функция. То есть она создает тяготение для развития гармонии. В законченном тоническом аккорде она не нужна, потому что нам уже не нужно это тяготение, мы должны разрешиться. Поэтому возникает четвертая высокая ступень лидийского лада. А здесь она необходима. Итак, поговорим сейчас о доминанте. Когда мы говорили про тонический аккорд, вы помните, что для того, чтобы играть тонический аккорд, нам можно в аккорде использовать все звуки. Натурального мажора кроме четвертой ступени и даже четвертую высокую ступень. Вот при обыгрывании доминанта в аккорду происходит все то же самое. Основу доминанта в аккорде составляет лад по всем белым от ноты с соль. Этот лад называется миксолидийским. Отличается он от натурального мажора, от низкого лада только одной ступени. Вы, наверное, догадались, что это ступень седьмая. Если бы это был обычный натуральный мажор, то он бы заканчивался фа диезом, седьмой высокой ступенью. А миксолидийский лад заканчивается седьмой низкой ступенью. Вот она, нота фа. Говоря о нашей терминологии, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и минус седьмая ступень. Вот еще один лад, который вы знаете, или только что узнали. Так вот, основу этого аккорда, этой функции, составляет, конечно, мажорное трезвучие, соль, си, ре, или доминанта в аккорд, соль, си, ре, фа. И остается еще три ноты, соответственно, ля, до и ми, которые могут добавляться. Вот добавилась девятая ступень, это стал нон-аккордом, добавилась одиннадцатая ступень, сус. И этот аккорд стал сус-девять, так его называют, или добавилась еще нота ми, и он стал аккордом сус-тринадцать. То есть сус обозначает, что есть одиннадцатая ступень, сус-одиннадцатая это близнецы и братья. Об этом я поговорю позднее, почему называется сус. Ну, вам скажу, сус это сус-тейн, задержка. В чем эта задержка, я расскажу на следующих уроках. Далее, вот она сус, девятая ступень, одиннадцатая ступень. И тринадцать, вот это ми. Так вот, джазмены при обыгрывании обычной доминанта никогда не используют обычный доминант с этот аккорд. Согласитесь, банально. И даже редко используют, но он аккорд, с девятой ступенью. Но очень часто используют аккорд, который начинает с седьмой ступени. Вот он, девятая и одиннадцатая сус. Или доходит до тринадцатой, сус-тринадцать. То есть так вышло, что именно вот эти ступени, седьмая ступень миксельдийского лада, девятая, одиннадцатая и тринадцатая, как нельзя лучше выражают эту доминантовую функцию. А теперь уберем бас и посмотрим, что за аккорд у нас остался. Остался у нас фа-мажорный аккорд, либо фа-мажор большой, большой мажорный субтаккорд. А это в чистом виде субдоминантовая функция. То есть получается, что ноты, которые идеально выражают доминантовую функцию, по сути своей, являются субдоминантовым аккордом. Вот еще такая удивительная закономерность, почему субдоминанта стремится к доминанту. Итак, какие мы можем сделать выводы? Тоника, превращаясь в доминантовый аккорд, разрешается в свою же субдоминанту. В своей субдоминанте достаточно поменять только бас на доминантовый. И получится идеальная доминантовая функция, которая разрешится в тонику. То есть, если вы когда-то в гармонии увидите, например, понятный вам субдоминантовый аккорд, а в басу будет находиться доминантовая ступень, знайте, что это доминант, который правильным образом выражен. Еще раз послушаем эту последовательность доминантовый аккорд, разрешаемся в субдоминанту, меняем бас. Сегодня мы закончим. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.